Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня у нас в гостях Макарова Елена Евгеньевна, клинический медицинский психолог клинической областной наркологической больницы. Здравствуйте. И у нас сегодня тема о вреде курения и вейперства. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 50% курильщиков погибают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И это на самом деле большая проблема. Но сейчас появилась еще одна проблема – это электронные сигареты, которые начали уже даже вытеснять обычные сигареты. Вот как избавиться от этих вредных привычек, которые приводят к таким тяжелым последствиям, мы сегодня с вами и поговорим. И мой первый вопрос – как влияет никотин на организм? Почему он вызывает вот именно такую зависимость, привычку? Ну, никотин – это яд, алкалоид. Это сразу надо с этим определиться, что это яд. Это яд, да. То есть, такого вещества в организме у человека в априори нет. Он туда поступает извне. И он, получается, проникает через этот барьер, да? Через этот барьер? Да, проникает именно в кровь. Самый быстрый способ проникновения – это с помощью инфляционного способа, то есть, от дыхания паров табачного дыма, либо также с помощью того же парения и вейперства. То есть, буквально через 7 секунд никотин попадает в кровь. Он проникает в этот головной мозг и начинает раздражать ацетилхиалиновые рецепторы. То есть, те рецепторы, которые отвечают за сокращение мышц. И таким образом мышцы сокращаются, и происходит выброс адреналина. А адреналин, в свою очередь, начинает воздействовать на центральную… Спускай другие процессы. Да, на центральную… Центральную систему, сердечно-сосудистую. Соответственно, да, совершенно верно. То есть, учащается сердцебиение, дыхание, учащается пульс. А раз это идет через кровь, получается, значит, воздействие идет и на кровь, и на сосуды, да? Вы сказали, гладкомышечная стенка, да? Да, и, соответственно, потом идет выброс дофамина, то есть, гормон удовольствия. А вот почему именно возникает привыкание? Вот именно человек, когда он начинает курить, да, он именно становится зависимым. Вот как этот процесс происходит? Почему? Для того, чтобы процесс сформировался в зависимости, то есть, должно пройти несколько этапов. Во-первых, существуют причины, то есть, предосположенность, почему эта зависимость формируется. Есть психологические, биологические и социальные причины. Если мы возьмем биологические, то эта предосположенность есть и в семье, кто-то из родителей, да, курит. Соответственно, ребенок это видит. Подражает. Подражает. Да, раз маме с папой можно, почему мне нельзя тоже попробовать, и он начинается первое приобщение именно к табакокурению. Это дома. Затем... Биологическое. Биологическое. Есть предрасположенность, быстрая толерантность к табаку, то есть, к привыканию. Если быстрое формирование сначала психологическое, а потом уже физическое зависимости. То есть, получается, есть такие люди, которые могут как бы покурить, там, да, например, и какое-то время вообще не курить. То есть, есть такие, я тоже вот таких людей встречал, и они говорят спокойно, я могу не курить, могу не курить. То есть, у них вот эта толерантность получается, да? Да. А если... А в основной всё-таки массе такой толерантности нет. Нет, да, если мы вот возьмём, например, ко мне приходят подростки, да, я у них спрашиваю, курите, не курите, когда вы пробовали выкурить первую сигарету, какие у вас были первые ощущения. Соответственно, тошнота, головокружение, рвота, то есть, признаки интоксикации, признаки отравления. То есть, в организм попало инородное вещество, и яд, и организм начинает реагировать. То есть, запускаются процессы очищения. Но, самое что удивительное, подростки об этом всё знают и включают механизм как бы совладания с этими негативными последствиями. То есть, они включают силу воли, и в следующий раз ещё им плохо, ещё раз, но... Ну, то есть, всё хуже и хуже. А таким образом толерантность повышается, и то есть, уже буквально через месяц, через два, при систематическом употреблении, курении сигарет, соответственно, уже и вызывается психологическая... Ну, как говорится, этот круг замыкается, да? То есть, и человек, когда бросает курить, он разрывает этот круг, да? А когда опять начинает курить, опять этот круг запускается. Замыкается, да. А социальный тогда, это получается что-то в обществе, да? То есть, может быть... А социальный, это мы возьмём, например, подростков, да, они же вот начинают. То есть, это идёт первая реклама СМИ. Они начинают подражать своим кумерам. Ну, каким-то киногероям. Киногероям, да. Особенно вот ещё и девочки, у них такое есть романтическое подражание, когда они видят сцену в кино, когда молодая барышня там плачет, какая-то трагедия, обязательно тут должен стакан, бокал вина быть, сигарет, всё очень красиво. И они начинают подражать. Если мы возьмём ещё девочек-подростков, ну, почему они начинают курить, да? Они таким образом... Авторитет. Авторитет, да, зарабатывают, совершенно верно. И они приобщаются, ну, они начинают более интенсивно общаться с мальчиками. Это вот эти девочки-подростки. А если женщины, то тут, как бы, такой момент импансипации. То есть, они, как бы, независимые, самостоятельные, самодостаточные, да. Ну, то есть, тоже какое-то самоутверждение. Самоутверждение, да. Затем, стереотипное мышление такое формирует у подростков. То есть, навязанное. Если ты выкурил сигарету, то есть, тогда тебе станет легче, и ты получишь какое-то удовольствие. И у тебя пройдёт, если ты получил двойку, ты расстроился, у тебя чувство тревожности. Вам, конечно, ближе вот именно психология, наверное, да. И вот это, как избавить подростков от этой зависимости, именно психологически, как избавить. И поэтому мой вопрос вот такой. Скажите, а вот если родители заметили, что подросток, их ребёнок начал курить. То есть, заметили какой-то, ну, по некоторым причинам. Вы скажете, по каким факторам, кстати, можно заметить это, обратить внимание. Да, что он придёт совершенно, у него нет запаха, да, ну, табака, я имею в виду, да. Но какие-то есть критерии, да. И как вести вот родителям в такой ситуации, как себя вести? Может быть, надо разговаривать или как-то ещё там, может, как-то искать помощи какой-то? Ну, во-первых, я всегда говорю родителям, здесь не нужно кричать, поднимать панику, да. То есть, не нужно устраивать допрос ребёнка. То есть, ах, ты такой-сякой, там, да, не надо этого делать. Не надо, да, его не оскорблять, не унижать в любом случае. Он личный, он человек, и с ним можно спокойно сесть, поговорить и найти определённые точки соприкосновения, да. То есть, выяснить причину, что произошло, что способствовало этому. И если проблема зашла слишком далеко, да, и подростку тяжело, и сформировался уже синдром отмены, то есть, обтенентный синдром, да, если ребёнка очень тяжело отвыкает от этого, то есть, там, симптоматика определённая нарастает, соответственно, всегда можно обратиться к профессионистам, к специалистам, к докторам, назначить какую-то медикаментозную и психологическую терапию. Ну, тогда давайте скажем, к кому можно обратиться, где эти специалисты находятся, как к ним можно попасть, и вообще, как это всё может происходить? Ну, вы можете позвонить по телефону доверия, у нас есть анонимный телефон доверия 717-717, то есть, сюда, там, получится квалифицированную помощь. И есть у нас кабинеты по отказу от курения, где непосредственно доктора, врачи, психиатры, наркологи дадут вам советы по отказу от курения, и назначат качественную медикаментозную терапию, которая поможет вам избавиться от погубной привычки. Самое главное надо сказать тоже о том, что это совершенно бесплатно. Это совершенно бесплатно, да. И доступно. И доступно. То есть, специалисты всегда рядом, да, всегда помогут. То есть, тоже не нужно заниматься вот какими-то, да, такими способами самолечения какого-то. Ведь, ну, я не зря сказал самолечения. Наверное, это всё-таки, вот эта зависимость, она же, это как заболевание получается. Это, конечно, да. Это заболевание, скажем так, да. То есть, никотиновая зависимость можно расценивать как заболевание. Поэтому и помощь должна быть специализированная, медицинская, да? Совершенно верно. А вот мы можем ещё сказать пассивное курение, да? Оно тоже же в какой-то степени провоцирует, во-первых, развитие каких-то заболеваний, да? Ну, об этом тоже надо сказать, да? Потому что думают, ну, вот рядом курят, ничего страшного, да? Ну, сейчас есть определённое, значит, правило, да, и закон, который, значит, 15-й федеральный закон, который, да, запрещает курение в таких местах, где там люди, да, проводят время, там и так далее, так далее. Куртура масса в каких-то местах. Но всё-таки, вот пассивное курение, насколько это всё-таки беда такая? Ну, если добровольный курильщик, он сам согласился, он сам себя травит, да, сам себя убивает, то, соответственно, люди, которые находятся рядом, в основном отстрадают жёны и дети, которые находятся в этом помещении, то есть вместе с курильщиком. Если он, например, курит дома, да, либо сотрудники, если где-то это происходит на работе, либо ещё вот люди, которые стоят на остановке, ну, сейчас как бы запрещено на остановке курить, уже это немножко вот отходит на задний план. Ну, в любом случае, 60% различных вот этих химических соединений, которые разрушают организм, пассивные курильщики получают. Особенно вот страдают дети, например, если дома кто-то курит, то в первую очередь раздражают слизистые носоглотки, то есть в любом случае вдыхают, и слизистые гортани. И ребёнок может получить различные потом, ну, процесс, если там долго дома кто-то вот курит, различные заболевания, вплоть до бронхиальной астмы, различные аллергические заболевания. Елена Евгеньевна, а вот ещё, учитывая Ваш колоссальный опыт, Ваши работы, вот стаж курения, он сильно влияет на эффект вот той помощи, которую Вы оказываете, вот в подростковом возрасте или это более взрослый возраст? Ну, конечно, стаж имеет значение. Если человек курит, да, уже на протяжении 10-15 лет, там уже формируется синдром зависимости очень сильный, и здесь в любом случае уже требуется помощь врачей. Если подросток только начал, да, только вовлёкся, и родители этого заметили, то, как известно, привычка формируется в течение 21 дня. И в течение, ой, 21 дня, да, совершенно верно. И в течение 21 дня от этой привычки можно также избавиться. Единственное, что нужно включить силу воли, тоже, да, обратно такой процесс, чтобы была мотивация, чтобы человек конкретно знал, чётко для себя, зачем мне нужно курить, ой, бросить курить. То есть, когда я брошу курить, что я получу нового? Как изменится вообще жизнь? Да, что я получу нового, что я сейчас не получаю? То есть, когда будет чёткая мотивация, когда он будет знать, зачем, почему и как, тогда у него появятся уже определённые шаги и действия. Самое главное, если человек решил избавиться от этой привычки, это нужно сделать резко и желательно выдержать паузу 48 часов. Через 48 часов организм очищается, и человек становится дышать легче, и у него даже улучшаются обонятельные качества. То есть, он начинает чувствовать запахи, которые до этого не чувствовал. То есть, получается, это абсолютный миф, да, что некоторые говорят, вот мне сказали, что мне нельзя резко бросать. Есть такие люди, которые так и говорят, да. Ну, я и в своей практике тоже скажу, что я всегда пытаюсь переубедить человека, что нет, это неправильно, это ошибочно, должно быть твёрдое решение бросить курить, и что у человека начнётся новая жизнь, да, абсолютно независимая жизнь, как говорится, да. То есть, чувство свободы, это же присуще человеку, да, хочется быть свободным, не зависеть там от каких-то привычек и так далее. Ну, вот вы сказали, к вам можно прийти, да, вы всегда окажете помощь. Какая подготовка должна быть перед приходом к вам? Может быть, специальные какие-то шаги нужно сделать сначала? Это твёрдое желание, то есть, твёрдое желание, да, то есть, я хочу, должна быть мотивация какая. Например, молодые, там, вот они, ну, муж и жены поженились, и они готовятся к планированию ребёнка. Это же хорошая мотивация, хорошая мотивация. Или молодые люди, кто-то в паре не курит, там, девушка, да, и она как-то негативно относится к тому, что её молодой человек начинает курить. И он понимает это, идёт ей навстречу, и, ну, каким-то причинам сам не может справиться, да, но желание у него есть, стойкое. Очень хорошее. А вот ещё до прихода, я тоже слышал, что такое есть мнение, что, может быть, 2-3 дня воздержаться от курения, то есть, самому. То есть, получается, это как раз подтверждает твёрдое решение. Да, 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 2-3 дня можно воздержать. 2-3 дня, это правильно. То есть, это ещё раз человек утверждается, что он точно хочет бросить курить и хочет начать хорошую, полноценную жизнь, правильно? То есть, за эти 48 часов, как бы, человек ещё более убеждается в том, что действительно, да, я принял правильное решение, да, психологически, у меня есть сила воли, я уже 48 часов не курил, значит, я могу и, там, следующие 48, и ещё 48, и день, и 2, и 3, и месяц, и год. То есть, получается, специалисту остаётся только уже помочь этому человеку, да, получается так? Да, то есть, подсказать какие-то элементы, как можно справиться, да, например, если появляется желание, потому что в любом случае у человека, если он курил, там, какой-то период времени, резкая отмена, она будет вызывать определённую симптоматику, то есть, раздражение, гниливость, да, апплаксивость. Ну, то, что мы говорили, поэтому люди говорят, мне нельзя вот резко бросать, потому что у меня сразу там будет депрессия и всё прочее, да, ну, в принципе, каждый человек себя знает, поэтому, поэтому и нужно обратиться к специалистам, правильно? Правильно, да, и то есть, вот мы даём, как бы, совет, как психологи, что лучше нужно сделать в первую очередь, то есть, нужно сократить количество посещений тех мест, где курят, во-первых, это раз. Избегать контакта с людьми, которые курят, да, контакт с этими людьми. Во-вторых, если появляются мысли негативные, то есть, нужно от этих мыслей негативных избавляться. Во-вторых, не нужно оставаться в одиночестве, то есть, желательно всё время быть с людьми, то есть, где-то в коллективе. Нужно заниматься спортом, да, то есть, можно начать ходить в бассейн, в баню, в саун, то есть, кардинально изменить свою жизнь, свои привычки, то есть, нести туда что-то нового, и чтобы не было именно пустоты вот этой. Потому что обычная сигарета, она, что, заменяет пустоту. Человек, даже если когда одинокий, он таким образом, с помощью сигареты, он как бы скрадывает от изночества. Сам себя как бы, вот, то есть, ну вот люди, которых снижена самооценка, либо которых воспитывали авторитарной семье родители, обычно давали такие установки, там, у тебя ничего не получится, его либо съемцы сравнивали с другими детьми, то есть, у всех дети как дети, а ты вот такой, да, и у него появляется чувство вины. И вот это чувство вины, ему нужно же как-то с ним справиться, и, пожалуйста, здесь появляются друзья сигареты. То есть, он уходит в аддиктивную среду, референтную среду, там вот такие же ребята тоже, которые отверженные, они ему предлагают, он соглашается, даже, может быть, он ее не хочет, да, если ему даже и плохо, его там тошнит, его выворачивает, но он должен согласиться с правилами этой среды, иначе она его тоже отвергнет. И потихонечку человек так приобщается. — Может, тогда есть, вот я сейчас вот слушаю ваши слова, да, и, может быть, есть целесообразность вообще с подростками, с детьми заранее проговорить, еще до того, как у них там возникла какая-то мысль, вот, потянуть руку к сигарете, там, подражать там своим ровесникам, которые взяли сигареты в руки, да, может быть, действительно, это вот чем раньше поговорить просто сначала, да, базово, чтобы потом уже предотвратить это все, то есть, вот профилактическое такое направление должно же быть в семье или в школе, где это вот должно быть? — Ну, вообще, все это должно формироваться в семье изначально, потому что семья — это образец. То, что происходит в доме, да, то есть, как формируется семья, как взаимодействуют родители, какие там взаимоотношения выстраиваются, как себя ведут родители, говорят ли они одно, а делают совершенно другое, соответственно, ребенок — это отражение. То, что дома, то, что... — А со скольки лет уже можно поговорить с ребенком о вреде курения заранее, как будто в семь лет, в восемь, в девять или уже даже в семь лет поздно, когда вот нужно разговаривать? — Ну, смотрите, если возьмем ребенка, да, по психологии, то структура личности, то есть, сам по себе ребенок формируется как личность, то есть, база закладывается. Если мы возьмем как дом, для того, чтобы дом был стабильным, делается фундамент. Вот ребенка тоже такой же фундамент, он закладывается в семье, ну, по разным источникам, пять-семь лет. Ну, в среднем возьмем шесть лет, то есть, ребенок уже все сформировался. Установки, ценности, отношения к здоровью семья дает. Все потом, в процессе жизни, оно меняется, но фундамент остается незыблемым. То есть, ценности какие-то, они с кризиса меняются, да, что-то вот ушло, что-то пришло новое, это нормально, человек развивается по это. Но установку, именно то, что здоровье, оно ценно, его надо беречь, оно должно быть именно в семье, именно примером личностным. То есть, уже вот подойдя к подростковому периоду, там, к 14-15 годам, если предварительно был какой-то разговор, беседа со стороны родителей, это уже будет фундаментом, закладкой такой. Скажите, пожалуйста, а вот электронные сигареты, я говорил об этом в начале программы, на самом деле это такая беда, и сейчас они ведь тоже нашли свою аудиторию, и тоже сейчас вот какая-то дань моде, вот это вот, я совершенно, с моей стороны, я считаю, вообще это не нужно, да, совершенно, вот, когда, причем тоже ведь миф, да, что электронные сигареты, они абсолютно безвредны, по сравнению с там сигаретами, которые вот обычные, давайте скажем об этом. Ну, в любом случае, потребление табака, да, что через вейп, что через кальян, что через электронные сигареты, это все равно никотин. Это все равно яд внутрь, да. И это просто уже рекламные такие ходы для того, чтобы привлечь молодежь, потому что молодежь, она же что, она уже очень любопытная. Молодежь нужно все попробовать. Что-то новое. Да, это же новая публика, да, это новые потребители, новые покупатели, их нужно вот как-то привлечь, им нужны красивые картинки такие вот заманивающие, да, сказать, что это безвредно, там, никаких последствий не будет, и они, подростки, они цепляются за это все, а в итоге это то же самое, может быть, даже еще и хуже, чем обычные, например, сигареты. То есть зависимость к электронным сигаретам, она абсолютно такая же, как к обычным сигаретам? Конечно. Это однозначно, да? Однозначно. А вот вейперство, да, вейпер, это тоже электронные сигареты получаются, но они специальным каким-то там блоком? Ну, в любом случае там находятся синтетические вещества. Если там синтетические вещества, ну, о каких полезных свойствах можно там говорить, да? Конечно. В любом случае, когда эти синтетические вещества взаимодействуют за счет парения, то есть там высокая температура, происходят какие-то химические соединения, и эти химические соединения, они в любом случае попадают в организм. Это не витамины, да, которые нужны. И рано или поздно они потом оказывают свое негативное воздействие. Вот даже если возьмем пропиленгликоль, да, вот этот глицерин. Да. Он же такой мелкодисперсный, они его вдыхают, и вот этот мелкодисперсный глицерин, и он используется косметической промышленность, косметология для кремов, да, чтобы кор там снять. И это все внутрь. И это все мелкодисперсное, оседает на легких, вы представляете? Вообще просто. И сразу всасывается же. И сразу всасывается, да. И потом, в любом случае, они проходят какой-то прием перед времени, они уходят от них. Они потом все равно переходят к сигаретам. Просто вот я увидела, сколько знакомых там людей. Хотела бы еще сделать такой нюанс. Сейчас вот вейперсто немножко отходит на другой план. Сейчас появляется жевательный, сосательный табак. Это такая страшная вещь, хочу донести до родителей. Если вы помните, были на свай, да, он как бы никуда не делся. И сейчас вот этот на свай, он как бы вышел легализованно. Он продается в магазинах, ну, соответственно, там до 18 лет, он такой, как сники называется. И еще он называется снюс. Сосательный жевательный табак. Подростки, которые не могут купить его в магазине, да, 10, 12, там 13 лет, они покупают его в интернете. То есть там целые налаженные каналы. И самое что страшное, вот этот пакетик, который они его берут. А этот пакетик содержит табак, соду, соль, различные ароматизаторы. Ну, привлечь опять ребенка, там разные вот ароматизаторы апельсиновые, такие вот они вот рассказывают. Они еще и разные по цвету. Они закладывают в защику, либо за губу. Вступает в взаимодействие сода, соль, раздражает слизистую. Слюна, слизистая. Слюна, слизистая, попадает табак. Как они говорят, табака, там никотина нет. Он там тоже какой-то искусственно-синтетический, попадает в кровь. И, соответственно, самое страшное, что вызывает буквально через месяц привыкания. И абстинентный синдром. Вот они к нам приходят, родители их приводят. Что уже с ними, да, вот они там, например, полгода. У них ухудшается память, когнитивные функции. Вот один мальчик говорит, у меня уже начинают болеть ноги. У одного мальчика уже появляется язва на слизистой. Ужасно. То есть сам организм начинает отторгать, да, то есть он какие-то барьеры выстраивает. То есть слизист разрушается, появляются какие-то доброкачественные образования. И дети берут, прикладывают на другую сторону, на другую сторону. И самое, что еще страшно, вот эти пакетики, которые есть, они не одноразовые использования. Там целая инструкция. То есть вы можете использовать его 7-8 раз и можете поделиться своим другом. То есть они употребляют сами и еще дают своим друзьям. То есть насколько все это не гигиенично, да, и какими последствиями может все это обернуться. Ну по тем способам, которые сказали, как они употребляются, это вообще, мне кажется, вот прям первый шаг к наркотикам. Вот следующий шаг, это наркотик. Да, и они говорят, что то же самое, они там уже есть, даже дозировки вместе с солями, со спайсами. А это уже все? А если это наркотики, да, это уже получается все, вы потеряли ребенка. То есть это уже все, да? Возврата обратно, по сути дела, уже практически нет. Возврата нет, да. Возврата нет. И самое что страшное, вот абстинентный синдром, представляете, какой сильный. То есть вот ребенку 12 лет, у него раздражительность, венливость, как старик, да. Он не может себе найти место, у него бессонница, он не может учиться. А получается конфликтность, наверное, да? Конечно, все, да. Но родители не замечают, не обращают внимания, потому что запаха нет. Вроде никаких изменений таких нет, да? Ну, страшная вещь, конечно. Очень страшная, да. И я вот у ребят детей спрашивала, говорю, а где вы берете деньги? Это же все-таки такая немаленькая копеечка, там 300-400 рублей. То есть мы экономим, мы в классе собираем, покупаем. Я говорю, и как вы употребляете? То есть утром, в школе, после школы, перед тренировкой, после тренировки и перед сном, представляете? Ужасно. Ну и тогда ваше мнение, как это все-таки можно? То есть мы начали с того, что законодательно как-то надо это все решать, может быть, даже на государственном уровне, да? Это уже, мне кажется, даже пора бить тревогу, да, в какой-то степени? Уже пора, потому что школы целые, это прям эпидемия. Ясно. Я не буду называть, какие школы. Но это есть, да? Но это уже есть, да. И родители прям очень сильно переживают. И лечить их нужно вот уже медикаментозно, как от табачной зависимости. Ну, ребенку же тоже не дашь вот маленькому, да, вот этот Чаймплекс, например, или Табакс. Там же есть ограничения же возрастные. Ну, а у вас вот когда все-таки к вам приходят же такие подростки, дети, да, наверное, где-то родители приводят, где-то они сами приходят, да? Эффект вот от лечения, от помощи, он все-таки вот на сколько процентов и как вот это все происходит? Я не сказала, что это на сто процентов. Здесь все зависит еще от самих родителей, от их желания. Настойчивости. Да, настойчивости. Потому что в любом случае, если мы ребенку помогаем, и ребенок возвращается обратно в эту среду, то есть наша помощь, она нивелируется. То есть, поэтому мы всегда говорим родителям, вы должны в первую очередь поменяться, вы. И тогда ребенок, соответственно, меняется, и тогда улучшаются взаимоотношения, появляется гармония, у ребенка нет желания идти на улицу, искать какую-то адективную среду и там искать себе признание. Ну, то есть, все идет все равно, из всего нашего разговора, это из дома, из семьи. Школу должна учить, да? Школу должна учить. Ну, воспитательный характер, конечно, тут, наверное, сложно, да? Все-таки, какой фундамент, как вы сказали, как мы начали с этого, да? Какой фундамент был заложен, такой как бы и будет дальше, да? Конечно. Значит, получается, что родители как бы пока еще, ну, как говорится, где-то закрывают глаза, где-то к этому спокойно относятся, где-то равнодушно, да? Ну, да, они где-то иногда родители так думают, ну, ладно, он там вейп курит, все, сам главное наркотик не стреляет. Да, да, но надо уяснить, что это тоже наркотик. Это тоже наркотик, и это первый шаг, то есть, экспериментально пробует, а что потом вдруг ему захочется. А может быть, что-то еще, еще, еще. Примеры тут еще нужно, почему еще даже, да, можно сделать, начинают они курить. Тут же скупка еще имеет значение, незанятость детей. Вроде бы они как будто в школе учатся, да, досуг, а у них вообще практически ничем не занято. Вот я у них спрашиваю, у вас есть хобби, увлечения, нет? О чем вы занимаетесь? Я играю в компьютере и сижу в телефоне. Родители целый день на работе. Они приходят домой, приготовили покушу, спросили, у тебя все хорошо, все хорошо, все, до свидания. И на этом все ограничено. Вроде все замечательно, вопросов не задают, да, там как бы... Если у ребенка масса свободного времени, эта пустота, она в любом случае заполняется. И поэтому родителям нужно в первую очередь обратить внимание, чтобы этой пустоты не было. Пусть он занимается в каком-то кружке, в какой-то секции, там куда-то ходит. Когда он чем-то занят, у него нет времени и мысли, какие-то негативные поступки, да, привычки, они просто не имеют места там быть. Там, где есть здоровый образ жизни, там, ну, соответственно, нет негатива. Ни алкоголь, ни наркотиков, ни табака. Кого-нибудь спроси, они все хотят бросить курить. Вот все курильщики, они, в принципе, почти все хотят бросить курить. Поэтому помогать им в этом просто наша святая обязанность, как говорится, да. И вот именно во время первого этапа диспансеризации, заполняя там анкету, проводя анкетирование, первый диалог с медицинским работником, уже идет эта работа. Да, то есть вот выявление вот именно вот этого мощнейшего же фактора риска. Это же и сердечно-сосудистые, я начал с этого, да, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания. Это же вообще более 50%. Это же просто, на самом деле, ну, курение убивает. Это, на самом деле, это не миф никакой, это реальность. Курение, оно убивает. И очень хочется, чтобы вот из нашего диалога люди об этом поняли. Ну, что бы вы еще хотели пожелать, может быть, нашим телезрителям? Да, я хотел бы сказать, что никотин убивает не только лошадь, да, он может убить и взрослого человека. То есть достаточно взрослому человеку буквально 0,5-1 миллиграмм на килограмм, это смертельная доза. Но маленькому ребенку достаточно 0,1 миллиграмм. Ну, поэтому надо об этом помнить, знать, и поэтому... Конечно, и жизнь, наверное, у нас одна, и лучше прожить ее качественно, здорово, интересно, весело. С любовью к своим детям, к самому себе в первую очередь. Потому что любовь к самому себе, она именно в этом проявляется. То есть я сам себя не разрушаю, я сам себя люблю. А здесь люди, которые начинают какие-то пагубные привычки, алкоголь, наркотики, там, это саморазрушающее поведение. То есть я себя не принимаю, я себя не люблю, и такой, как я, жить не должен. Убираем эти негативные установки, живем и радуемся. Жить, наверное, одна, ее надо ценить. Давайте еще раз напомним телефон горячей линии. Да, телефон доверия 717-717. Звоните, всегда окажем качественную помощь. Мы никому не отказываем. Ну и самое главное, что это все бесплатно. Спасибо большое. Спасибо. Вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. На этом наша программа подошла к концу. Всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.